Информационное вещание на RTN продолжает программа Пульс Дня в студии Артём Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Снимки убитых мирных жителей в городе Буча после ухода российских войск – это удар под дых, заявил госсекретарь Энтони Блинкин в интервью телеканалу CNN в минувшие выходные. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что лица, виновные в военных преступлениях, должны быть привлечены к ответственности. Комментарии Блинкина прозвучали на следующий день после того, как украинские войска вошли в город Буча, расположенный вблизи Киева, и, как сообщили официальные лица и очевидцы, обнаружили тела приблизительно 300 мирных жителей, убитых российскими военными. Госсекретарь озвучил свою позицию в воскресном интервью телеканалу CNN. Мы будем тщательно искать и документировать всё, что мы видим. Соберём факты воедино, чтобы это увидели соответствующие учреждения и организации, в том числе Госдепартамент. Это реальность. Это происходит каждый день, пока продолжаются российские зверства по отношению к Украине. В число упомянутых учреждений входят украинские правоохранительные органы и Международный уголовный суд, расследующий возможные военные преступления и преступления против человечества в Украине. Блинкин отказался подтвердить сообщение о том, что США содействуют передаче танков советской эпохи украинским силам от восточноевропейских союзников. Однако он сказал, что члены Альянса НАТО продолжают поставлять оружие по всем направлениям. Канадской программой помощи для украинских беженцев, бегущих от войны, уже выразили желание воспользоваться 9 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо. С момента запуска специальной программы помощи беженцам на соответствующий веб-сайт зашли более 54 тысяч пользователей, говорится в сообщении. В общей сложности Оттава выделила 117 миллионов канадских долларов на иммиграционную помощь беженцам из Украины. Эта программа позволяет просителям убежища находиться в Канаде до трех лет. Мы постоянно работаем над тем, чтобы украинцы и их семьи могли приехать в Канаду как можно быстрее, заверил в своем твиттере Джастин Трюдо. Для участия в программе нужно подать онлайн-заявку на получение канадской гостевой визы и предоставить свои биометрические данные. Чтобы получить возможность работать в Канаде, украинцам рекомендуется сразу же подавать заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на три года одновременно с подачей заявления на получение визы. Ученики начальной и старшей школы могут зарегистрироваться и начать посещать учебное заведение, как только они прибудут в страну. Кроме того, любой желающий учиться в высшем учебном заведении может подать заявление на получение разрешения на обучение после прибытия в Канаду. Результатом беспорядочной стрельбы в самом центре калифорнийского города Сакраменто стали 16 жертв. 6 человек погибли на месте, еще 10 доставлены в больницы. Стрельба произошла в ночь на воскресенье. В такое время центр столицы штата Калифорния превращается в сплошное увеселительное заведение, поэтому полицейские даже по прошествии 12 часов после стрельбы не имели никакого представления о характере преступления. Жертв объединяют только одновременное нахождение на небольшой территории и огнестрельные раны. В этом районе у нас были офицеры, которые слышали выстрелы и быстро отреагировали. Было очень много людей, и они обнаружили несколько человек убитыми. Первым делом офицеры принялись оказывать помощь пострадавшим и вызывать на место медиков и сторонней организации. Сведения, имеющиеся в распоряжении полиции и общественности, крайне скудны. Расстрел происходил в районе около перекрестка Джей-стрит и 10-й улицы. В Сакраменто улицы, идущие с севера на юг, нумеруются, а пересекающие их улицы, идущие с востока на запад, названы буквами английского алфавита. Роковой перекресток находится примерно в 300 метрах от правительственного квартала, где расположен Капитолий и другие административные здания. Известно также и время преступления между 2 и 2.15 ночи. Все остальные обстоятельства расстрела остаются неизвестными. Жертвы принадлежат к разным слоям общества и возрастным группам. Некоторых из них в хаосе, царившем в первые минуты после стрельбы, разыскали и опознали родственники. Вот что рассказали свидетели происшествия. Я услышал выстрелы, а затем людей. Они просто падали на землю и кричали. В этот момент кто-то упал перед моим грузовиком. Я попытался его объехать, но тогда другая машина въехала в меня. Так что я попал в ДТП в те минуты. Скажите, когда вы в последний раз видели своего мужа? Вчера вечером. Я работала весь день в субботу, и с ним были наши дети. Они пошли в торговый центр и затем в парк. И после этого я не знаю. Извините, я не могу говорить на камеру. Мэр Сакраменто Даррел Штайнберг назвал уличную стрельбу бедствием города, штата и всей нации. Глава полиции города Кейти Лестер говорила о борьбе с применением огнестрельного оружия на улицах как о своем приоритете. Проникновенным обращением к гражданам отметился и губернатор Гевин Ньюсон. Независимые же журналисты относятся к перспективам расследования массового убийства скептически. Расстрел в центре Сакраменто является для города фактически беспрецедентным. В истории столицы Калифорнии уже были случаи массовых убийств, однако и 30 лет назад, и в текущем году это были семейные преступления. Мужчины расстреливали членов собственных семей, а потом и сами сводили счеты с жизнью. Неспровоцированный расстрел в Сакраменто случился впервые. Ну и сегодня началось судебное разбирательство по вынесению приговора стрелку, который признал себя виновным в убийстве 17 человек в средней школе Паркленда, штата Флорида. В 2018 году. Присяжные заслушают показания множества свидетелей, которые помогут им решить, приговорить ли 23-летнего Николаса Круза к смертной казни или пожизненному заключению за самую смертоносную стрельбу в школе во Флориде. Круз был 19-летним исключительным учеником, когда он вернулся в среднюю школу в Паркленде 14 февраля 2018 года и открыл огонь по ученикам и сотрудникам. В октябре прошлого года он признал себя виновным по 17 пунктам обвинения в убийстве и 17 пунктам обвинения в покушении на убийство. Согласно законам Флориды, присяжные должны быть единодушны в своем решении рекомендовать судье вынести приговор Крузу для казни. Если кто-либо из 12 присяжных возражает, Круз будет приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Сотрудники компании Amazon создали крупнейший профсоюз в Нью-Йорке. Рабочие большого склада JFK-8 на Стэтен-Айленде проголосовали за организацию профсоюза 2654 голоса за и 2131 голос против. За процедурой следили представители Национального совета по трудовым отношениям, по данным которого 57% из более чем 8000 сотрудников предприятия, имеющих право голоса, подали действительный бюллетень. Министр труда США Марти Уолш поздравил профсоюз с успешным голосованием на своей странице в Твиттере. Это историческое событие и оно приведет к тому, что больше работников получат место за столом переговоров, чтобы отстаивать свои права на рабочих местах, заявил министр. Инициатором создания профсоюза выступила рабочая группа под названием Amazon Labor Union, дословно «Рабочий профсоюз Амазон». Теперь им потребуются месяцы, чтобы заключить хотя бы один профсоюзный контракт, однако событие все равно можно считать историческим. Все наши требования касаются рабочих, поэтому в первую очередь мы должны выяснить, чего хотят сотрудники компании. Я уверен, что первым в списке будет требование повышения зарплаты. Стоимость жизни в Нью-Йорке слишком высока, а Амазон не платит даже про джиточный минимум. Так что это будет первое, за что мы будем бороться. Достижение Amazon Labor Union может стать примером для других американских рабочих, в том числе и внутри самой компании. К примеру, сотрудники другого склада на Стейтен-Айленде с персоналом полторы тысячи человек готовятся провести голосование после 25 апреля. Петицию также подписали многие сотрудники склада в штате Алабама, и в ближайшие недели там могут провести аналогичное голосование. Официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры на место в Палате представителей США сделала бывший губернатор Аляски Сара Пейлин. Она будет баллотироваться в Конгресс, чтобы заменить покойного члена Палаты представителей от Аляски Дона Янга. На своей странице в Фейсбуке Пейлин написала «Я понимаю, что мне предстоит заменить большую потерю, и я планирую почтить наследие члена Палаты представителей Янга, предложив себя во имя служения штату, который он любил и за который боролся, потому что я разделяю эту страсть к Аляске и Соединенным Штатам Америки». Напомню, внеочередные выборы на освободившееся место в Конгрессе состоятся летом. Предварительные выборы 11 июня, а всеобщие 16 августа. Палата представителей Конгресса поддержала законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне. За данную инициативу проголосовали 220 законодателей, в том числе трое республиканцев. Против выступили 204 конгрессмена, из них два демократа. Закон предусматривает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ и декриминализацию, прекращение уголовного преследования за ее выращивание, продажу и хранение. Также принятие законопроекта предполагает процесс снятия судимости с тех лиц, которые были осуждены за связанные с этим преступления и пересмотр ряда других дел. Документ предусматривает, что федеральные власти смогут вводить налоги на производство, связанное с марихуаной продукцией, а также представлять соответствующим компаниям кредиты. В Сенате для утверждения инициативы потребуется 60 голосов. Получается, что даже если закон одобрят все демократы, необходима будет поддержка по меньшей мере 10 сенаторов-республиканцев. Продолжим пульс дня сразу после рекламы на RTN. Редактор субтитров А.Семкин